Субтитры делал DimaTorzok Сегодня я еду снимать промо-ролик, это местная школа про бойцов ММА И да, если ты старый подписчик, то ты наверняка заметил, что у меня в портфоле в основном видео о спортивной тематике Это бойцы, это рукопашники, каратисты, ММА, кью-боксеры и всякое разное Да, я имею отношение к спортивной съемке и скорее всего про меня можно сказать, что я спортивный оператор Наверное, это мое направление Да, кто-то недавно спросил в комментариях, типа, ааа, свадебный фотограф Нет, я не свадебный фотограф, я снимал несколько раз свадьбы Можете придумать, платите выкуп, поднимайте эту ногу, а сзади есть подсказка Поэтому сегодня попытаюсь рассказать, как снять и смонтировать промо бойцам Эти рекомендации можно использовать не только в спортивной съемке, но и в повседневной жизни Бюджет этого промо 22 рубля, на эти деньги я купил желательную резинку Рикли Все остальное у меня было свое, включая пресную воду в бутылке из дома И да, не забываю пить воду, потому что план, значит, такой Сесть для начала жуйку, попить воды Съемки это тот же фитнес, только вместо скакалки у нас в руках камера Конечно, это не профессиональная съемка, и я не профессиональный оператор Это значит, и в кадре не было Хабиба Нурмагомедова или Роя Джонса среди спортсменов Но это не мешает сделать видео крутым или качественным Я всегда говорю, что нужно пользоваться тем, что у тебя есть Но где-то в глубине души я все равно хочу попасть на съемочную площадку Где одна лампа стоит, как все мое съемочное оборудование Хотя бы просто для того, чтобы потаскать там провода Но пока что я делаю все из подручных средств, но каждый раз готовлюсь так, как будто это серьезный продакшн И, пожалуй, это первый секрет крутого видео На самом деле список оборудования небольшой Там при желании можно снять все и на телефон По-любому возьму штатив Я себе прикупил, кстати, недавно штативную голову Манфрота 502 Очень крутая голова, недавно она у меня появилась Здесь у меня моя зарядная база Отсюда я возьму батарейки, кстати, вот одна уже зарядилась Как вообще правильно подходить к такой съемке? Один день у тебя 100% должен уходить на осмотр локации Я этого не сделал, и, конечно же, это ошибка Но мои съемки обычно проходят стихийно Обычно мои съемки проходят так Мне звонят, говорят Алло, здорово, Димон Нам тебя порекомендовали, сними-ка нам круто Я говорю Хорошо, окей, сейчас выезжаю Я, естественно, не могу добавлять таким проектам дни Потому что бюджет такого ролика будет вырастать Итак, на осмотре зала я должен был понять, что мне понадобится для съемки И, конечно же, это свет Из света у меня лампа 150 ватт, годекс И, пожалуй, все А, еще вот этот фонарь у меня есть Вот он Каждый раз забываю, как он называется Да, есть у меня еще этот фонарь Естественно, этого мало Конечно же, мне хотелось бы использовать окна этого зала Чтобы в них били струящимся светом лучи света Разрезая с собой задымленное пространство И создавая просто космическую кинематографическую картинку Но плохому танцору кеды жмут Поэтому я стиснул зубы и взял свою видавшую виду лампы И поехал снимать Особенность зала И самая, пожалуй, основная помеха Это то, что это классический зал для мини-футбола Высоченные потолки Где-то под ними есть окна Потолок весь в ржавых подтеках Стены выкрашены в ядовито-желтый цвет Поэтому я сразу принял решение снимать в два этапа Во-первых, это просто стандартная тренировка И все как есть, ничего не скрывая И второе, при полностью выключенном свете С одной своей лампой На самом деле, так снимать это ошибка Во-первых, все темно И иногда просто непонятно, что происходит в сцене А учитывая мой динамический монтаж Там вообще все сливается Во-вторых, один источник на общую сцену Этого как бы маловато Хорошо бы, чтобы был бы заполняющий и ключевой свет В данном случае у меня лампа 150 ватт И полутораметровый софт Который годится разве что для интервью Я каждый раз просил одного из парней держать свет Как можно выше и над бойцами Чтобы хоть как-то осветить их И при этом проваливал фон полностью в темноту Здесь я, конечно, поджимал диафрагму И ставил ИСа на минимальное значение Там в районе 200 или 400 Если честно, мне бы хотелось однажды попробовать Все переснять, используя вот эти торцевые окна Чтобы в них светил яркий свет И используя дым-машину Задымить зал, чтобы не было видно стен Чтобы они провели за дыму В этот раз я все снимал с рук Используя клетку И на нее поставил монитор На вот этой Magic Arm Я недавно прикупил себе клетку для Панаса И я подумал, как на самом деле я без нее раньше жил Потому что с ней снимать очень удобно Особенно вот эта ручка, которая сверху Очень подходит для ракурсов снизу Из технических моментов, пожалуй, все Что касается идеи видео Всегда перед съемкой я стараюсь искать какие-то референсы Я начинаю копошить интернет В поисках каких-то тех или иных драк Пересматриваю Кстати, вот я выбираю фильмы Очень крутая езд драка Из миссии невыполнима Фантом И я вот здесь, кстати, сейчас смотрю как раз хват И всякое разное Такое, как снять крупные планы Там общие планы Запоминаю Делаю какие-то вырезки Во-первых, это повышает твою насмотренность Что очень важно в нашем ремесле И во-вторых, иногда лучше человеку показать То, что ты от него хочешь Чем пытаться объяснить Я все никак не привыкну Что бойцы это обычные люди А не профессиональные актеры Раньше, когда мы были малыми Мы с моим братом Там было по 8-10 лет Устраивали там некие шоу Там во дворе мы дрались И поддавались друг другу У нас называлась это Игра в недодрожку Типа в поддавки Били там по прикольному С двух новых грудак Там интересно бросали Позже в Голливуде Это мы дали название Рестлинг Насмотревшись постановочных боев В фильмах я выписываю все сцены на бумагу Загоняю их в монтажку И начинаю их разбирать покадрово Пока я это делаю Пока, в смысле, выписываю сцены на бумагу У меня рождаются какие-то новые мысли Возможно, может получиться даже какая-то история Но, черт возьми, у меня каждый раз не получается это сделать Я снимаю просто стандартную тренировку Никаких постановочных боев Никаких постановочных сцен Мне никогда этого не выходит Я не знаю, в чем дело Перед съемкой я стараюсь приехать пораньше Иногда это слишком пораньше Съемочное место находится в реально жутком месте Если меня кто-то смотрит с Камчедалов Это район Ребековская Местами место жутковато Местами Камчедалов не дадутся врать Очень не люблю торопиться Я хочу спокойно все расставить И неспешно обсудить процесс Дальше я накидываю главному тренеру свои идеи И в этот раз я, честно, был приятно удивлен Что он проделал точно такую же работу сам То есть выписал все необходимые кадры Какие он хотел бы видеть в видео Дальше начали подтягиваться бойцы И с каждым из них мне хотелось поработать Сперва отдельно Поняв, кто из них как выглядит в кадре И кого надо будет ставить в постановочный спарринг А кто будет работать просто на снарядах Поэтому вначале мы отсняли мешок и манекен В промежутках я снимал работу на лапах На падах с тренером Дальше я попросил ребят, чтобы они провели Небольшую стандартную тренировку Буквально 10-15 минут Мне нужно было обязательно набрать кадров Где тренер взаимодействует с бойцами Чтобы в кадре было видно отношение его К своим ученикам Такое я обычно снимаю на телевик Чтобы не вторгаться в его личное пространство И телевик здорово сжимает пространство За ним и перед ним Дальше было несколько постановочных ударов И бросков, которые мы поставили с ребятами Конечно, с постановочным боем В этот раз я опять погорячился Во-первых, это не делается за 5 минут Во-вторых, у бойцов быстро заканчивалось терпение И это было прямо видно на их лицах А им хотелось сделать все быстрее Последним кадром было завязывание бинтов Классика Этот кадр я спланировал заранее Я решил его делать так же в темном ключе Потому что нет фона Поэтому я снимал его, отдаляясь от объекта Держа камеру в руках И оставляя место по бокам На случай, если в ролике будут логотипы Да, в ролике были логотипы Поэтому этот кадр мне пригодился Что касается монтажа Здесь, в принципе, тоже все стандартно Вот она вся таймлиния этого ролика Ролик был заявлен на одну минуту Но у меня получился немного больше Пэкшот длится там буквально 4-5 или 7 секунд В районе этого Для того, чтобы разместить контактную информацию Логотипы Здесь вот сейчас видим только один логотип Но были еще несколько по бокам И здесь по монтажу, в принципе, все стандартно Главное соблюдать динамичный монтаж И более-менее последовательную историю Есть типа набор кадров Кадры, когда я просматриваю Я понимаю, какой будет кадр первый Какой заключительный В данном случае первым кадром я выбрал, естественно, навязывание бинтов Но он не завязывает их до конца Завязывает он их до конца в конце ролика То есть есть начало и есть конец После этого парень выпрыгивает из темноты Я хотел, чтобы вот этот Супермен Панч Он должен был, типа, вылетать вообще полностью из темноты Но этого немного не получилось Здесь вот самое интересное, что есть в этом видео Это куча вот таун дизайна Все вот это бирюзовые куски Аудио Это звуковые эффекты То есть каждый переход, каждый удар, каждый бросок У меня позвучен каким-то звуковым эффектом В основном это хиты и уши Еще есть прикольное здесь вот этот Subtle Dust Это такой, вот если его выключить То исчезают частицы вот этой микропыли, которые появляются Это получается у меня есть специальный пакет оверлеев Там есть и частицы, и пыль, и какой-то дополнительный искусственный свет Я их иногда использую В данном случае вот я добавил пыль в начале и немного в конце Можно было еще в некоторых темных шотах, конечно, добавить пыли В остальном все стандартно Все переходы по фазе движения Здесь он бьет, здесь он тоже бьет Здесь нырок, но главное соблюдать динамику Делать кадры по 12-14 фреймов Еще из прикольного я использовал вот такие эффекты Это с шейк тряска Ее можно делать вручную, но я этого не делаю Потому что у меня есть такой плагин Pixel Film Studio И вот здесь он очень в тему, когда парень его бросает Получается, если его убрать Вот сейчас V нажмем То нет ощущения этого падения Кто-то там в комментариях спрашивал краски про бойца Типа, чувак месит грушу, как сделать вручную тряску Это можно сделать ключевыми точками Я это уже рассказывал в одном из видео Выбирается наш отрезок Ставится keyframe Там откуда ты хочешь начать тряску Нажимаешь Shift T У тебя появляется свободное трансформирование И ключевыми точками отмечаешь Немножко заскеливаешь Увеличиваешь буквально на 5% И создаешь эту тряску при помощи ключевых точек Смещая в ту или иную сторону свой шот Это должно занять буквально несколько кадров Там 4-5 В конце я немного ускоряюсь по монтажу Показываю, как они здесь на тренировке одеваются И типа финальные заломы И все Вот этот шот вообще, кстати, сделан на GoPro И стандартный переход Cross Dissolve Который уже не используется как 20 лет, наверное Такой олдскульный переход И здесь парень показывает кулак Все, пэкшот Отличный кадр для заключительного шота Поэтому как-то так Да и знаете, если тебе понравился такой формат Впереди еще одна съемка бойцов Могу запилить еще один бэкстейдж Рассказать более подробно именно со съемочной площадки Поэтому пиши Дай обратную связь А на этом все Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok